Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о штрафах за наклейки и быстром Скандинаве. В Министерстве внутренних дел нашей с вами Родины решили повысить собираемость штрафов. Дело не новое. Вместо того, чтобы заняться делом, будем выписывать бумажки. Нововведения несколько. Первое. В Министерстве предлагают штрафовать на 500 рублей тех, кто не оснащает свой автомобиль специальными наклейками. Речь идет о наклейках «Шипы», «Начинающий водитель» и «Учебный транспорт». Теперь, видя ваши шипованные шины, инспектор стремительно будет смотреть на ваше заднее стекло, в надежде выписать еще один протокол. План ведь никто не отменял. Начинающим водителям подготовили несколько сюрпризов из советского прошлого. Предполагается, что им запретят передвигаться со скоростью свыше 70 км в час. Кроме этого, им строго запретят буксировать другие транспортные средства. Если со вторым более-менее логика прослеживается, то к ограничению скорости есть вопросы. Буквально недавно сами гаишники и ЦОДД в один голос утверждали, что тихоходные автомобили в быстром городском потоке снижают среднюю скорость и приводят к заторам. А тут вот вам, здравствуйте, опять сами себе противоречат. Это, кстати, не все. В ближайшее время на наших дорогах появится новый вид разметки — вафля. Он будет наноситься на перекрестки, которые обычно загружены. С помощью новинки комплексы видеофиксации и инспекторы смогут штрафовать тех, кто считает себя умнее других и вылезает на уже забитый перекресток, упираясь в хвост пробки. Штраф за подобные выкрутасы в нашей стране весьма ощутимый — тысяча рублей. Хочется верить, что порядка на дорогах станет больше, хоть и такими методами. Кстати, самый большой штраф в истории за превышение скорости был выписан в Швейцарии. Подданный Швеции на своем «Мерседес СЛС» разогнался до 300 км в час, за что был оштрафован на скромный 1 миллион долларов. Парадокс в том, что шведа ловили очень долго, потому что камеры контроля скорости в тихой Швейцарии настроены на максимальную скорость 200 км в час. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...